Результаты единого государственного экзамена в этом году очень противоречивы. И причем противоречивы они не только в Республике Коми. Поскольку я разговаривал с коллегами, разговаривал и в Минобразии, и в Роспроднадзоре, они для всех, скажем так, были неожиданными, образно говоря. Потому что вот то, что у нас произошло по химии, это 33 стубальника, на самом деле выстрелило во всех регионах. По химии, проанализировав это, здесь можно многие вещи говорить, о том, что это возможные задания были полегче. И на самом деле мы проанализировали ведь такую ситуацию, в этом году у нас 60 стубальников, но большая часть из них, что вполне объяснимо, обучаются в специализированных учебных заведениях. То есть, говоря, например, о химии, это прежде всего ребята, которые обучаются именно в химико-биологических классах или, естественно, научных классах. Если мы говорим про английский язык, то это гимназия иностранных языков УХТА, где, скажем, углубленное изучение английского языка и так далее. Но все-таки почему вот первоначально были такие результаты, из-за которых, собственно, я обструкции подвергся, то это прежде всего, конечно же, количество тех ребят, которые не преодолели пороговый балл по математике. У нас было достаточно много за около 500. Около 500, что в прошлые годы как раз было в разы гораздо меньше. Чтобы отметил, в этом году у нас в разы, ну, если мы говорим о стубальниках, это как бы всем известно, то у нас в разы увеличилось, в несколько раз увеличилось количество ребят, которые написали работы от 90 до 100 баллов. Их стало около 500 по сравнению с 100 с небольшим прошлого года. Пучеля некоторые сами в прошлом году подталкивали пустяков, они приходили к нам и сами рассказывали. Ты поедь или пойди на апелляцию, тебе там расскажут, в чем у тебя ошибки. Апелляция это не есть работа над ошибками. Это есть, так скажем, перепроверка работы и уже окончательное принятие решения по его работе. А некоторые выпускники требовали, что прямо в их присутствии каждую работу разобрали, объяснили им каждый, прямо вот, каждое задание, почему так было проверено и как бы они считали правильно. Это всегда очень у нас сложный процесс. Вы видели здесь, когда были и слезы, и крики и так далее, и так далее. Потому что родители у нас реально угрожают иногда экспертам и так далее. Мы сейчас проводим уже запись видеопротоколирования этих процедур. Но надеялись, что видеопротоколирование уменьшит это. Но пока, к сожалению, народ не особо привязывается к присутствию камеры и все равно позволял себе и взрослые, и дети, скажем так, некоторые некорректные выражения в адрес экспертов. И это пережили мы. Чаще всего, давайте мы об этом признаемся, родители в этом убеждают, что ЕГЭ – это не так уж хорошо, а это плохо. Учителя, не дети. Потому что я общался с детьми из разных образовательных учреждений, из простых школ, из инновационных учреждений, лицеев и гимназий. У них в большинстве случаев страха перед ЕГЭ нет вообще. То есть они готовы. А вот родителям, которым внушает учителя, что вот так и так, если ваш ребенок не сдаст единого государственного экзамена, то все, дорога в высшее учебное заведение для него невозможна будет. То есть все, она будет закрыта. Плюс ко всему, что вот так и так, вот посмотрите, какие случаи самоубийства и так далее у ребенка, то, естественно, родители уже в напряжении полном, что вот это ЕГЭ – это что-то такое, некое вселенское зло, которое предстоит им детям в 11 классе пережить. Поэтому я считаю, что здесь и учителя должны нести свой лепт в работе с родителями обязательно. То есть они должны сами снять этот вот свой страх перед ЕГЭ. А я понимаю, почему у них есть определенный страх перед ЕГЭ. ЕГЭ – это некая система мониторинга работы учителя. Давайте согласимся. Я, например, когда меня спрашивают, являюсь ли я сторонником ЕГЭ, я говорю всегда, что я сторонник единого государственного экзамена. Я не скажу, что я буду стоять в его поддержку с транспарантами, но я его сторонник этого единого государственного экзамена. Потому что, будучи учителем, будучи, это скажем, человеком, который принимал выпускные экзамены, я понимаю, что любо, и зная, как систему поступления в высшее учебное заведение, я понимаю, что устный экзамен – это достаточно субъективный экзамен. Когда здесь можно вытянуть ученика, или наоборот, скажем так, его так срезать, что даже хорошего ученика, насыпать на вопросах, очень элементарно это можно сделать. Тем более, что выпускник, приходящий на экзамен, он, естественно, психологически уже подавлен. А тут можно это использовать. Сейчас я легко получаю информацию по всем учителям, у кого, как ребята сдали. Естественно, у меня вызывают вопросы, особенно если это учитель высшей категории, почему у него вот такая вот картина по выпускникам. Я сейчас приведу даже пример такой очень интересный. Из района нам здесь на государственной экзаменационной комиссии рассказывали, 7 учеников у учителя, 5 из них получают двойки. Учителя – высшая категория, которую он получает в апреле месяце, накануне экзамена. И вопрос возникает, это учитель дальше работает по высшей категории, а вы, если знаете, мы сейчас повышаем как раз надбавку за высшую категорию до 60% зародной плате. Это колоссальные деньги. Раньше тестовались прямо в самих муниципалитетах, потом Российская Федерация поменяла правила игры, мы стали в центре их. И, естественно, мы не видим людей. Мы видим бумаги, которые приходят нам, портфолио, и мы, конечно, видим, что у них там масса достижений, а то, что на самом деле представляют себе учитель, мы это не видели. Сейчас опять Российская Федерация, идя, ну, скажем так, навстречу регионам, потому что мы все направили свои, так скажем, претензии к новой системе, предлагает опять вернуться к старому, то есть на муниципалитеты вернуть процедуру аттестации, а мы предлагаем еще даже ужесточить ее, например, на высшей категории, чтобы члена сдавали единый государственный экзамен. Такой своеобразный, свой, который они... Потому что они должны быть на высшую голову своего ученика, поэтому там будет все очень серьезно и очень строго. Поэтому, извините, а взамен вы получаете высшую категорию и, возможно, получать очень достойную зарплату. Но мы должны гарантировать выпускникам, то есть, вернее, ученикам, поскольку вы предоставляете образовательную услугу, что эта услуга будет, ну, скажем так, качественная. Когда вот уже задумывались на уровне Федерации о том, каким образом, ну, скажем так, дать возможность молодым прийти в школу, то не подумали о другой ситуации. А где мы найдем этих молодых? У нас большое количество поступающих в высшие учебные заведения, ребят, которые вполне могут потом прийти в школу, но, дай бог, мы сейчас переломим у них какое-то отношение к школе, что это место, где получают копейки, но дают там полностью все свое здоровье, потому что сейчас вот как бы школа меняется тоже, и заработная плата меняется, и, так скажем, престижность школы повышается, дай бог, чтобы она это было так и неуколосительно шло это все. Но вопрос возникает опять же. Хотелось бы, чтобы в школу пришли молодые, но те, которые на самом деле идут туда по призванию, а не потому, что мы услышали, что там у них теперь хорошая зарплата. Это ведь тоже такое вот. И когда мне ставят задачу, например, о том, что я должен все сделать для того, чтобы максимально все, кто обучается, например, в том же пед институте нашим, пришли работать в школу, я не всегда с этим согласен. Потому что нам надо понимать, что не всех, кто там учится, не всех выпускников наших институтов, извиняюсь за это, они могут обидеться на меня, но я хотел бы видеть в школе. Я хотел бы видеть именно тех, у кого есть для этого призвание. Вы меня призываете к тому, чтобы вы ввели капостное право или что? Вот я не понимаю. Потому что на самом деле, во-первых, сейчас это нужно изменить Конституцию, где написано, что каждый человек имеет право свободы выбора профессии и так далее, и место работы. Поэтому это один момент. Второй момент, опять же, возвращаясь, помните, потому что я говорил, что я бы не хотел, чтобы все вот эти выпускники нашего пед института пришли бы в школу. Это вот тоже вопрос. Если мы сейчас их привяжем, а у него нет призвания к школе, работы в школе, то мы просто заставим человека, который на самом деле пошел учиться в пед институт, потому что он не поступил в другие вузы, пошел по остаточному принципу, вот он придет учить наших детей. Без желания там работать. Просто потому, что его привязали вот этой вот системой обязательной отработки. Вот я считаю, что это не совсем правильно. То есть нужно для этого, к этому быть готовым. То есть мы должны понимать, что мы сначала должны систему отбора, то есть в данном случае первое, это все-таки повысить престиж получения высшего образования, чтобы у нас не каждый второй получал высшее образование, а только те, на самом деле, кто, скажем так, имеет полное это право и возможность имеет. После этого, когда у нас будет, то есть уровень диплома будет, у нас диплом будет на самом деле висеть то, что он должен весить, а не так, что это просто бумажка, которая там когда-то посещал лекции, там сдал сессию, и как там это тебе поставили, все, иди только вот возьми этот диплом. То когда вот у нас все это изменится, тогда вот система вот эта должна появиться. Тогда мы будем с точки зрения четко знать, у нас хорошие специалисты приходят работать в места. Поборы в школе – это же притча во языцах. Какой КВМ не посмотришь, у нас премьер-лигу, либо высшую лигу везде обязательно промелькнет шутка про поборы в школах. Поэтому здесь однозначно. Это уже как бы вещь, которую все понимают, все знают. Что касается… Поэтому добровольность – это однозначный принцип, который должен использоваться. Что касается, возможно ли когда-нибудь это уйдет на второй план, или вообще исчезнет, я считаю, что, на мой взгляд, вряд ли. Я объясню почему. Не потому, что государство, скажем так, не захочет отдавать все то, что необходимо, а просто-напросто учитель, вообще школа, если она развивается, если она, скажем так, постоянно находится в каком-то активном поиске, новых технологий, новых, так скажем, каких-то вещей, то есть они привезут какие-то новые проекты интересные, ей все время будет недостаточно средств. Мы это понимаем. Ей все время будет не хватать средств, потому что она будет вкладывать… Она для детей же будет стараться на самом деле. Поэтому вот я говорю коллегам, когда вы собираете деньги, во-первых, это должно быть добровольно, во-вторых, это обязательно должно идти ребенку. И родители должны знать, что это пошло именно на его ребенка. Вот таким вот образом. Поэтому я считаю, что государство не сможет угнаться за потребностями образовательного учреждения, если оно хочет развиваться. Понятное дело, здесь вот можно там систему грантов, конкурсов, как у нас вот в Республике Коми, сейчас вот недавно закончился такой конкурс, и лучшие школы у нас выявлены, три городские, три сельские школы, получат по 800 тысяч рублей. Но все равно у каждой школы сейчас только накопилась проблема, что эти 800 тысяч, оно тем более шести образовательных учреждений, оно не спасет все. Поэтому здесь отчасти всегда школа будет прибегать к родительским, к помощи родителей, образно говоря. Понятное дело, что форма это несколько затратно, но тут же можно поспорить, потому что бывает так, что дети ребенка в школе так, как он хочет, бывает более затратнее, нежели чем школьная форма. И здесь необходимо, конечно, тут консолидировать силы не просто школы и родителей, а здесь прежде всего нужно, чтобы бизнес вступил, скажем так, выступил своим предложением. Я считаю, что сейчас вот как раз возможностей у бизнесменов появилось огромное количество. И самое главное, вот что меня немножко смущает в этом отношении, ко мне приходили сюда бизнесмены и рассказывали, давайте-ка вы к нам родителей направьте, вот вы давайте там школы направьте к нам, вот мы готовы, нам не оставляли там вот свои там эти вот визитки, и так далее. Я говорю, вы совершенно идете не по тому пути, который должен быть. Не они должны к вам, а вы должны к ним идти. Причем самое главное, вы должны разработать образцы формы, причем она должна прежде всего отвечать тому, что это должна быть ноская, немаркая ткань, вот, и, так скажем, современные какие-то модели, которые будут приятны для ношения мальчишкам и девчонкам, которые достаточно, так скажем, особенно девчонкам, которые очень петильны в одежде, поэтому вы должны разработать это все, прийти в школу и предложить, что вот у нас есть такие вот для вас модели, которые, ну, скажем так, и по цене будут интересны вам, и по фасону будут интересны, и по цвету, и так далее, и так далее. То есть бизнесмен должен сделать первый шаг навстречу тому, что на самом деле это и там возможности развернуть свое производство. А я считаю, что если развернется производство, следовательно, появится и возможность увеличения рабочих мест. Директора принуждают. Во-первых, принуждение, какого сейчас не может быть, поскольку у нас идет поэтапное введение школьной формы, у нас готовится закон, который мы надеемся, что в этом году все-таки мы примем, касаемый школьной формы. То, когда будет принят закон, тогда и будет, собственно, уже однозначное понятие о том, что в школе вводится школьная форма. На сегодняшний день, пока не принят закон, есть только рекомендации Министерства образования, науки Российской Федерации, на основании которых мы издали свой приказ, мы направили в школу, потому что мы понимаем, что на сегодняшний день те объемы, которые у нас есть, производственные, не позволят нам одновременно к первому сентябрю всех оснабдить школьные формы. Это понятно. Поэтому мы постараемся, чтобы это поэтапно, но уже на сегодняшний день везде разработаны стандарты единого форма одежды. Поэтому надеемся, что с первого сентября ребята придут, если не в форме, а это будет, скажем так, не массово, то придут обязательно в таком вот дресс-коде. То есть это будет все-таки уже одежда, приближенная к форме. С позиции даже простого человека, который читал закон и неоднократно смотрел, так скажем, с разных сторон его, в нем достаточно много то, что можно доработать. И это будет делаться. Насколько мы понимаем, из тех совещаний, которые проводятся в Министерстве образования, уже вносятся в Государственную Думу предложения по внесению изменений в закон образования. Не потому, что, скажем так, его создатели просто-напросто подошли к халатам, так скажем. Дело в том, что нужно вспомнить, что закон три года подготовился и очень много носило справок. Если вспомнить, то начиналось с того, что, если кто не знает, 800 страниц было сначала закона. Это был огромнейший Талмуд, который на сегодняшний день сбавился до 250 с лишним страниц. И туда вносили постоянно обсуждения с общественностью и постоянно вносили справки. Даже республика Коми вносила свои правки, и они тоже вошли в тулу нового закона. Но, понятное дело, сейчас новый закон отменил очень много подзаконных актов. Порядка 180. И сейчас их нужно будет принимать вновь. Поэтому все мы это ждем. Потому что закон это пока еще неполная нормативная база, очень далеко не полная, то, что необходимо нам. То есть ему еще очень много нужно подзаконных актов, и мы их очень ждем. Которые, скорее всего, больше будут носить практическое значение, нежели чем сам закон. К сожалению своему, высшее образование в Российской Федерации утратило, скажем так, свою должную значимость. Потому что у нас сейчас, в настоящее время, высшее образование имеет чуть ли не каждый. Правильно? Поэтому у нас получилось так, что у нас пошел перекос. Те, кто хотел получить рабочую специальность, в разы оказалось меньше, чем те, которые хотят получить высшее образование. При этом мы понимаем, что обеспечить их всех работой в соответствии с их специальностью, которая обозначена в дипломе о высшем образовании, мы не сможем, Российская Федерация. Поэтому вот это послужило, скорее всего, толчком для проведения вот этого мониторинга на, ну, скажем так, проверку эффективности вузов. Другой вопрос, по каким критериям это проводилось. Потому что некоторые из этих критериев, которые там были обозначены, непонятны для большинства, в том числе и меня, людей. Поэтому это другой вопрос. А то, что это необходимо было, я считаю, что это да, это назрела такая ситуация, когда уже мы должны понять, что получить высшее образование должно быть очень престижно и должны получать его не вот все разом, а только те, кто на самом деле, ну, скажем так, обладает определенными компетенциями, определенными знаниями и который на самом деле сможет полностью это все реализовать, придя вот на работу по той специальности, которую он установит в дипломе. А мы же привыкли так, что у нас сейчас, куда ни приди, продавцы в магазине имеют высшее образование, там еще куда-то чего-то. То есть высшее образование сейчас оно, ну, скажем так, стало настолько обыденным понятием, что вот мы его даже не полагаем, когда принимаем человека на работу, что у него нет высшего образования. Мы даже не задумываемся над этим. Мы даже не спрашиваем, что мы уже понимаем, что наверняка но высшее образование какое-то да есть. Августовские педсоветы наши посвятим именно профориентационной работе. То есть единый государственный экзамен завяжем на профориентационную работу. Потому что на сегодняшний день ЕГЭ как раз показывает то, куда у нас больше всего ребят планируют поступать. Вот я вам скажу так, на сегодняшний день самым массовым экзаменом по выбору, а это экзамен, который необходим для поступления, все равно остается общество знания. А мы знаем, что общество знания прежде всего нужно на экономических специальностях. Все равно у нас большая часть ребят стремится пойти в экономику. Но они должны понимать, что на самом деле на сегодняшний день нужны технические специалисты. Нужны не бухгалтера, экономисты, юристы. Потому что энергетические тоже, юристы, тоже нужно общество знания задавать. Поэтому мы понимаем, что это экономисты, юристы прежде всего, бухгалтера. кому нужно общество знания. Из 5 с лишним тысяч выпускников этого года, 3 с лишним сдавали общество знания. То есть, они планировали вот эти специальности. Это юристы, дэнса, экономика. Где сдают общество знания. Поэтому мы должны в школе сейчас уже задуматься над тем, что мы должны сориентировать. Каждая школа должна знать, что в республике Коми нужны вот такие-то, такие-то, такие-то специалисты направить все свои силы на то, чтобы вот в школе в 10-11 классе, даже может быть в 9-м уже начиная, что было бы актуальнее гораздо, говорить о том, что ребята, подумайте, если вы хотите нормально жить, найти хорошую работу, то вы должны прежде всего сориентироваться правильно в выборе специальности. Из таких проектов, которые новыми, помимо Арт-Квадрата, помимо, так скажем, еще проекта «Ты предприниматель», которым уже заявил себя давно, достаточно об этом мы знаем, появится еще проект, который мы реализуем и, слава богу, мы добились финансирования этот проект, это молодежное правительство, мы знаем, что есть молодежный парламент, который вызывает разные к нему отношения, все-таки мы хотим запустить проект «Молодежное правительство», который, я считаю, более эффективным, более интересным будет для молодежи, потому что предполагается, что это в каждом министерстве ведомости будет свой дублер руководителя, который будет активно с ним работать, с настоящим руководителем, потому что в парламенте они не знали, к кому прибиться, с кем там общаться, а здесь конкретно они знают, я знаю, что у меня будет дублер, с которым я буду работать, с которым у нас будет обязательство, мы сейчас даже думаем, вот я поставил задачу такую перед ребятами, у нас есть костяк молодежи, которая занимается различными проектами, что мы должны даже продумать проект соглашения между министерствами и ведомствами и вот этими дублерами, молодежным правительством, то есть как они будут взаимодействовать, в каком формате, как это будет происходить, мы надеемся даже, что будет заключено такое, ну скажем так, соглашение с администрацией главы республики, где нам дадут возможность, чтобы это молодежное правительство собиралось в зале, где у нас традиционно проходит правительство, в малом зале администрации, скажем, проводились вот такие вот своеобразные заседания молодежного правительства, которые будут тоже открыты, которые будут интересны для всех, потому что на самом деле, может быть, мы будем подчерпывать оттуда какие-то такие идеи, которые можно потом будет реализовывать и собственно правительство Республики Коми. И те ребята, которые на самом деле будут отобраны как дублеры, они станут прежде всего их, мы понимаем, резервом для тех министерств и ведомств, с которыми они будут работать. Мы даже будем думать каким образом этих ребят посадить, потому что на мне каждому, мои коллеги, естественно, на меня брушат прежде всего, это негодование, поскольку мы операторами являемся этого проекта молодежного, да, министерства образования, я готовлюсь к тому, что буду за все отвечать я перед моими коллегами то есть, что если я буду их обязывать там, чтобы ребята имели кабинет и так далее, это, конечно, сложности будут определенные, я даже сам могу сказать, что я сейчас дублера министерства образования не знаю, куда посадить, потому что мне не хватает тоже площадей для своих работников, поэтому будем думать как в свои подъездные учреждения их посадить чтобы они могли иметь доступ к министерству и даже будут пришивать на планерки я для себя вижу уже, как я буду работать своим дублером, вот, и скажем так, выезжая куда-то в регионы могу, то есть вернее в районы буду брать с собой, чтобы просто вместе вот смотреть на то, что происходит отвечать на вопросы, стараться, чтобы он погрузился в мой дублер, все то, что вот погружаюсь и погружен я, поэтому я так знаю как выстроить свои отношения, и будем стараться потом это своим коллегам тоже объяснять, и объяснять, для чего вообще нужно молодежное правительство, что тоже такая определенная сила, которая нам может помогать вполне помогать вполне со всем. в следующем году